Привет, с вами я, Тимофей Шарко, и сегодня я с радостью сообщаю вам о том, что мы решили делать серию небольших коротких видео, назовем это видео уроки по фотографии, основные навыки, которые могут вам пригодиться в повседневной жизни при фотографировании на ваши фотоаппараты, телефоны, неважно на что, потому что на самом деле это действительно не так важно, на что вы фотографируете, если вы знаете, вы знаете основные какие-то моменты, вы будете это делать хорошо, если вы не знаете, то на любой фотоаппарат ничего хорошего не получится. Сегодня я начну с такого, наверное, самого основного момента в фотографии, это свет. Буквально несколько слов, несколько советов для того, чтобы улучшить ваши навыки фотографирования в помещении, скажем так, как пользоваться одним окном, потому что если вы посмотрите этимологию слова фотография, то поймете, почему свет самое главное, не фотоаппараты, не что бы то ни было еще, а именно свет. Начнем с того, что светом нужно уметь пользоваться, его нужно уметь смотреть, искать и так далее, и так далее. Если вы хотите сделать хорошую фотографию, неважно чего, портрет взрослого человека, портрет нескольких людей, портрет ребенка, сфотографировать какое-то действие ребенка, или еду сфотографировать, или вообще что бы то ни было еще, важно найти хороший свет для этого. Как пользоваться, например, одним окном? Во-первых, мы выключаем весь искусственный свет в квартире, который есть. Мы не рассматриваем ситуацию, когда вам нужно срочно что-то сфотографировать ночью, потому что для этого нужны другие навыки немножко, которые вы, возможно, приобретете, если будете следовать моим советам и чему-то учиться, находя какие-то советы еще в интернете, в умных книжках и так далее, и так далее. Мы выключаем весь искусственный свет, пользуемся, например, одним окном. Вот я специально встал так, чтобы... У меня тут несколько окон, но я зашторил все, кроме вот одного, который здесь сбоку, для того, чтобы показать, как можно им пользоваться. Во-первых, ищем либо не солнечную сторону, либо, если это пасмурный день, у нас в Питере замечательная погода, практически круглый год, серое небо, идеальная погода для фотографирования. Объясню почему. Рассеянный свет, прямой солнечный свет, когда попадает на лицо, на предметы, еще на что-то, он оставляет за этими предметами жесткие тени с такими ярко выраженными контурами. Например, если свет солнечный будет падать вот мне прямо на лицо, во-первых, я начну щуриться, и из этого ничего хорошего не выйдет, вы вообще не поймете, смотрю я куда-то или не смотрю. Во-вторых, за носом, за вот внутри век, там внутри вот этих вот глазных яблок, впадин, будут появляться очень такие жесткие некрасивые тени, будут вылезать, во-первых, все морщины, все какие-то скулы, особенно если улыбнуться, там вот это вот все начинает вылезать. Когда свет рассеянный облаками, рассеянный, достаточно толстый, например, какой-то белой скатертью, там, ну, я так, занавеской, рассеян чем угодно, или он на другой стороне находится сейчас, как, например, вот сейчас, солнце, во-первых, оно там сзади, во-вторых, оно уже немножко зашло за дом, и на самом деле это не солнечная сторона. Свет уже рассеялся, и уже такого нету. Теней ярко выраженных нету, и, соответственно, мы начинаем выглядеть красивее. Очень такой совет, ну, важный, потому что я его часто даю тем, кто хочет научиться фотографировать. Смотрите на... не на современных... ну, на современных фотографов тоже нужно смотреть, конечно, но часто для того, чтобы в современной жизни в нашей стать фотографом с каким-то именем, нужно придумать что-то интересное, свое, необычное, и поэтому часто они играют со светом так, что вводят просто вас в заблуждение, как им можно пользоваться. Это очень красиво, но очень сложно. Смотрите на классическую живопись. Эпоха Возрождения, итальянцы, голландцы, все прекрасно, у них рассеянный свет, обычно это вот идет свет немножко сверху, сбоку, вот как бы под 45 градусов откуда-то отсюда, да, потому что таким образом у нас вот идеальная тень, это когда от носа вот она вот куда-то вот сюда, рассеянная тень. Мона Лиза, классический пример, все остальное тоже туда же. Соответственно, если у нас окно сбоку, то вот я встал, например, да, если было бы немножко посветлее, то, возможно, у меня вот эта часть лица была бы менее освещена. Тогда мне нужно было бы либо вот так вот повернуться, либо воспользоваться отражателем. У меня вот такой вот замечательный есть большой отражатель, которым можно очень хорошо играть. Я вот сейчас подсвечиваю себе левую часть лица, она становится светлее. Возможно, у вас такого отражателя нету, вы можете воспользоваться, например, любым, в принципе, белым плоским каким-то предметом, будь то пенопласт, пенокартон, не знаю, все что угодно белого цвета, они тоже хорошо отражают свет. Таким образом, можно даже чуть-чуть больше отвернуться от окна, но при этом оставаться с хорошо освещенным лицом. Что будет происходить, если у вас свет будет спереди, например, вот там за камерой? Будет, в принципе, тоже хорошо, просто будет менее какое-то такое настроенческое фото, потому что будет прямо свет ложиться на лицо и никаких теней вообще. Что будет, если у вас останется, я вот специально так могу сейчас закрыть штору здесь, открыть штору здесь. Лицо, в принципе, практически перестает быть видно, можно тогда фотографировать какие-то профили, да, вот там, особенно если двух людей поставить друг напротив друга, ну, все знают классические фотографии портретов двух людей на закате, там, солнца, вот там, нос к носу и так далее. Не обязательно, это могут быть два человека, это может быть один человек, там, какое-то действие читает книгу, в принципе, уже тоже будет все понятно. Если же свет будет прямой в лицо, я, как я говорил, во-первых, мы будем щуриться и будут вылезать тени, но, в принципе, этим тоже можно воспользоваться как-то, можно, например, ну, либо в очках темных сделать такую солнечную фотографию, либо просто не смотреть в камеру, а заниматься какими-то своими делами, лучше тоже боком как-нибудь, чтобы вот раз уж свет там ложится, чтобы этих теней мы вообще не видели. На ребенок, рисующий что-нибудь на песке с ярким солнечным светом, у нас, в принципе, сразу вызывает какие-то приятные ассоциации с летом, солнцем, морем и так далее. Все то же самое касается фотографирования еды. Очень часто люди приготовили что-нибудь вечером, особенно мамы, у которых есть дети, уложили детей, приготовили вечером, вечером никакого света, естественно, нету, они с люстрой сверху фотографируют желтизна, тени, ничего хорошего. Лучше либо дождаться утра, дня, не знаю, сфотографировать днем, если вы находитесь в квартире, у вас есть естественный свет, просто подойдите к окну, я обожаю большие подоконники, потому что, во-первых, их можно использовать для фотографирования людей, туда можно сесть, там чем-то заняться, туда можно поставить ту же самую еду, сверху ее сбоку как-то сфотографировать как угодно. В ресторанах, опять-таки, если вы хотите реально сфотографировать хорошо свою еду и выложить ее куда-нибудь там, не знаю, в Инстаграм и так далее, садитесь просто за столики рядом с окном и все. И в хороший светлый день с непрямым солнечным светом на этот стол у вас даже с наличием какого-то искусственного света в кафе рядом с окном он все-таки будет перебиваться нормальным естественным светом, вы сфотографируете свою еду, да в принципе все что угодно, животных, еду, предметы какие угодно, людей. Вот, наверное, такой один самый основной, самый главный момент, который нужно запомнить. Ищите свет, хорошо его используйте. Самое первое, чему нужно научиться, это научиться использовать рассеянный свет естественно от окна. Я сейчас не беру варианта, когда мы на улице, потому что там нужно особое умение. Когда вы научитесь фотографировать с рассеянным светом и вам захочется чего-то большего, обращайтесь, потому что периодически я провожу какие-то мастер-классы и даю уроки. Возможно, вам это будет интересно, продолжить дальше обучение. Ну или просто я всегда могу посоветовать в соцсетях какие-то источники видео, книг и так далее, где можно самостоятельно почерпнуть какие-то знания на эту тему. Фотографируйте больше, лучше и все у вас получится. И ваши фотографии будут радовать не только вас, но и всех остальных окружающих и ваших детей через много-много лет. Все, пока-пока. Фондю любит тебя! Фондю любит тебя!